Добрый вечер еще раз. Начинаем вебинар на тему таблицы в Adobe Design. Ведет вебинар Абдаляна Найта Ванессена. Работаю с версткой и дизайном уже около 20 лет, преподаю его больше 10 лет. Будем обсуждать некоторые очень важные темы, не только создание таблицы в самом редакторе InDesign, но и импортирование таблиц. Какие они бывают, какие стили можно применять и все очень подробно. Я иду в InDesign. В InDesign создаю обычный новый документ. Пусть будет 3, 4, 5 страниц. И показываю, как мы в InDesign обычно создаем таблицу. Создание таблицы в InDesign – это текстовый инструмент Type. Этим текстовым инструментом мы рисуем Frame. И в меню Table выбираем команду Insert Table. Таблица, вставка таблицы или клавиатурная комбинация Ctrl-I, Shift-T. Или у кого МакОс, Command-I, Shift-T. Здесь, в этом окне, мы задаем в основном количество рядов, rows, и колонок, columns. Для основного тела таблицы, body, тело, body, rows и columns. Допустим, для основного тела 12 рядов и 3 колонки. Что из себя представляет header и footer? Это колон-титулы. Колон-титулы – это повторяющаяся информация на всех страницах, на нескольких страницах. Если вам понадобится делать длинную таблицу для журнала, для какого-то справочника, с какими-то базами данных, то, скорее всего, эта таблица будет перетекать с одной страницы на другую. И тогда верхний колон-титул header будет все время показывать заголовок, пусть будет там один ряд. И нижний колон-титул footer будет показывать итоговую строку, пусть тоже будет один ряд. Выглядит все вот так очень просто, как будто сетка появилась. Верхний ряд у нас header. Когда я пытаюсь верхний ряд выделить с движением вниз, увы, мне ничего не удается делать, так как он сам по себе, он никак не связан с телом. А когда я выделяю, начиная со второго ряда, сверху вниз, то я понимаю, что я выделила сейчас 3 колонки и 12 рядов тела. Я могу все, что угодно здесь набирать, какие-то данные, и перехожу из одной ячейки в другую с помощью клавиши tab, табуляция. Если хочется обратно в предыдущую ячейку возвращаться, это shift-tab. Shift-tab. Ну что же делать? Очень хочется заголовок какой-то набрать, и заголовку задать одну общую ячейку, не 3 ячейки, а одну общую. Первую строку, строку заголовка, header, я выделяю слева стрелочкой черной, и в меню table, таблица, выбираю команду merge cells, объединить ячейки, дословный перевод, объединить ячейки. Объединила ячейки, здесь одна общая ячейка, я смело набираю, допустим, заголовок, оформляю, как мы привыкли это делать, даже еще в Microsoft Word, все привычно, все обычно. Обратите внимание, когда я выбираю большой размер букв, то эта ячейка автоматически тоже растягивается. Этот режим от лист, как резина, очень удобно, она включена уже, эта функция включена в таблицу Adobe InDesign. Могу еще что-то делать, какие-то трекинги, какие-то более большие расстояния задать, все, как мы привыкли. И то же самое я хочу делать с нижним колландитулом, с итоговой строкой. Слева черной стрелкой выделяю последнюю итоговую строку, footer, и тоже объединяю merge cells. И здесь набираю просто итог, допустим, дам какое-то значение. Итоговая строка, так же, как и подписи, мы выравниваем всегда правым краем, правостороннее выравнивание, оформляем на один кегель, на один пункт меньше обычного размера букв и оформляем так же курсивом. Вот такая итоговая строка. И чтобы задать какие-то цвета этим линиям, этим внутренним частям, мы также можем выделить не только буквы, но всю ячейку целиком черным цветом. Это очень важно. И обратите внимание, на панели опции задаем вот такой цвет заливки. Помимо цвета мы задаем также тинт, оттенок, допустим, 45%. И вот у верхнего колландитула вот такой фон. Можно, конечно, и буквы, только буквы выделять без фона. И тогда на панели опции у нас появится возможность выбирать цвет именно для букв. Такой же цвет я выбрала, но со стопроцентным оттенком, со стопроцентной насыщенностью. Вот так. Еще раз, чтобы задать цвет ячейки, я выделяю всю ячейку. Чтобы задать цвет буквам, я выделяю только буковки. Все то же самое здесь. Пожалуйста, цвет для футер, для нижнего колландитула. И цвет для текста нижнего колландитула. Вот так. Без выделения, конечно же, ячейки. Если даже вы ячейку выделили на панели инструментов, вы выбираете букву T. То есть вы даете понять программе, что вы хотите выбрать сейчас цвет именно для текста. Именно для текста. Вот так. Но все же оставлю пока как есть, иначе сливается все абсолютно. И для тела, для воды тоже абсолютно любые оттенки. Я сейчас делаю очень разноцветную таблицу. Возможно, это совсем ни к чему, но мне очень хочется, чтобы вы увидели, как все это работает. Пожалуйста. Внутренняя заливка выбирается вот этим верхним, скажем, верхней панелью, верхняя палитра цветовая. А вот хочется задавать цвета обводкам. Обводки горизонтальные разделители, вертикальные разделители. Обратите внимание на панели опции, прежде чем вы зададите цвет и толщину обводки, вы должны выбрать, а каким именно обводкам мы хотим задать цвет и толщину. По умолчанию на панели опции синим цветом выбрана наружная такая рамочка. Когда я задаю наружной рамке какую-то толщину и цвет, на самом деле только снаружи это работает. Очень хочется работать все-таки с внутренними разделителями тоже. Поэтому программе даем понять, что мы хотим работать не столько с внешней рамкой, но и с горизонтальными разделителями, выделяя их или его синим цветом, и с вертикальными разделителями, выделяя один разделитель тоже синим цветом. Тогда будут подчиняться этой команде абсолютно все разделительные линии. Еще раз показываю. Пожалуйста, еще раз выделю эту строчку, этот разделитель, и все работает как положено. То есть все в ваших руках, что вы хотите, чтобы и внутренние разделители тоже закрашивались цветом обводки, и внешние разделители, тогда вы выбираете, кроме выделения ячеек, вот эти разделители. Иначе только внешняя рамка выделена синим цветом, то есть она активна, только внешняя рамка. Больше ничего. Такое небольшое примечание. Смотрите, есть фрейм, ведь мы изначально нарисовали текстовый фрейм, чтобы поставить туда в таблицу, и у фрейма может быть свой цвет заливки или обводки. Ни к чему, мне кажется, это совсем ни к чему. Вот фрейму я сейчас задала обводку, но не знаю, если есть необходимость, делайте для фрейма просто черной стрелкой, выделяйте фрейм, внешний фрейм, и задайте любой цвет обводки. Ну, допустим, сейчас я сделаю один пункт или два пункта. И цвет более такой веселый, скажем так. Для текстовых фреймов, для таблиц в том числе, существует такая команда автозаполнения. Чтобы не оставалось пустоты, фрейм, сам фрейм, должен иметь размеры таблицы. Чтобы оставить без пустот вот эту красоту, нам надо обязательно с помощью фитинг или клавиатурной комбинации Ctrl-Alt-C или Command-Alt-C, выбрать эту команду автозаполнения, fit frame to content, то есть фрейм принимает размеры содержимого. Alt-Ctrl-C, очень рекомендую это запомнить. Все чисто, все в порядке. Есть некоторые опции для работы с ячейками и таблицами. Я могу поработать сейчас с этими ячейками, потом с остальной частью таблицы. Функции для работы с ячейками находятся в меню Table и называются Sale Options, опции ячеек. Нам очень интересны функции, которые находятся на вкладочке Text. Ctrl-Alt-B или Command-Alt-B. Здесь мы можем задать следующее значение. Для текста, обязательно превью включаем, отступ со всех сторон. Это очень важно, иначе текст, когда идет впритык к границам, это не смотрится совсем. Один-два миллиметра. Есть смысл задать отступ. Топ сверху, баттон снизу, лефт слева, райт справа. Цепочкой эти поля соединены. Еще, тем более, если у нас будет очень много текста, хочется вертикально выравнивать их тоже по центру. Вертикальное выравнивание по центру, чтобы текст не был только прикреплен к верхней границе или к нижней. Вертикальное выравнивание по центру. Здесь в остальных случаях нет таких моментов, что нам понадобилось бы отступы отдельно задать. Ни к чему совсем. Обводка и заливка. Вы видите абсолютную копию того, что мы видели на панели опции. Ради этого я однозначно сюда не зайду. Ни к чему абсолютно. Ряды и колонки. Вот здесь очень важно. Когда я показывала вам, как я увеличиваю размер слова заголовок, я тогда еще сказала, что ячейка автоматически высоту свою меняет. Вот здесь на четвертой вкладочке rows and columns, row height, высота ряда, высота рядов, стоит опция от лист, как резина. От лист, как резина. Благодаря этой опции при увеличении размера букв сама ячейка тоже растягивается. Всегда рекомендую работать только с этой опцией. И при выборе, после выбора этой опции вы задаете минимальную высоту. Минимальную высоту. Один-два миллиметра вполне достаточно. Есть опция exactly, то есть точное заполнение, точная высота, не как резина. В этом случае просто есть возможность, что там что-то будет меняться. И увы, смотрите с моим текстом, сейчас что происходит. Текст скрылся. Не рекомендуется выбирать этот режим. Иначе вы при добавлении текста, при редактировании текста вдруг замечаете такие вот точечки красные, вместо того, чтобы увидеть текст. От лист всегда показывает текст, и вы просто выбираете минимальную высоту рядов для автозаполнения этих текстовых фрагментов. Можете задать более конкретную высоту этим фрагментам. Можете задать конкретную ширину колонка. Но основная функция в этом конкретном окне – это высота рядов от лист, как резина. Все. Очень редко мы включаем диагональные линии. Есть такая функция на посредней вкладочке. Но не забываем, что диагональные линии, увы, не разбивают ячейку на две части. То есть здесь не два треугольника, где в каждом треугольнике я могу набрать текст. Увы, такого нет, такой возможности нет. А здесь просто иногда для каких-то данных, чтобы показать диагональные линии, что там мы разделяем, какие-то данные по горизонтали или вертикали введенные, мы можем поставить некоторым ячейкам такой диагональный разделитель. Но он не разбивает ячейку на две части. Еще раз я зашла в «Sale Options», выбрала здесь отступ со всех сторон для текста в ячейках и выбрала для выравнивания текста в ячейках «Center», по вертикали «Center». Чуть позже по горизонтали, также задам по центру. И на вкладочке «Rows and Columns» убедительно прошу всегда выбирать «At least». Это резиновая такая ячейка получается. Сейчас еще кое-что там наберу, специально покажу. И работает все безупречно. Окей. Захожу в первую же ячейку через пробелы. Очень важно делать пробелы. Набираю еще что-то. Пробел, набираю, пробел, набираю. Вы видите, как автоматически заполняется эта ячейка. И вот в таких ситуациях очень хочется не только по вертикали, по центру выровнять, но и по горизонтали тоже. Пожалуйста, разные таблицы, разные ситуации. Набрала много текста в первой ячейке. Плюсик показывает переизбыток текста. Что делать? Я попробую воспользоваться автозаполнением, фитинг и клавиатурной комбинацией «Ctrl-I-C». Все. «Ctrl-I-C» свою работу делает. Автозаполнение. Некоторые опции таблицы, именно целиком таблицы, а не ячеек, возможно, тоже понадобятся. В меню «Table», «Table options», давайте всю таблицу я изнутри выделю. Смотрите, как я это делаю. Я вошла двойным кликом вовнутрь и в верхнем левом углу нажимаю вот черной стрелочкой, вот такой угловой стрелочкой и выделяю всю таблицу, чтобы работать с некоторыми опциями таблицы. «Table», «Table options», и первую же вкладочку включаю. «Ctrl-I-Shift-B», «Cmd-I-Shift-B». Здесь просто описывает нашу таблицу, сколько у тела рядов, сколько колонок, сколько рядов у header, верхнего колонка титула, сколько у нижнего колонка титула, footer и так далее. Остальные функции тоже повторяются из панели опций. «Ряды» оставлю как есть, то есть обводки, «Strocks», обводки оставлю как есть, а обводки для рядов, обводки для колонок менять не будут, так как уже для основного тела я там меняла. А вот «Fills» – заливка, можно здесь пофантазировать немножко. Есть такое понятие, как альтернативная заливка, «Alternative pattern», такая альтернативная узорная заливка, когда мы выбираем не «Noon», а выбираем «Every other row», то есть через один ряд. Через один ряд вы можете закрашивать разные цвета. Надо было бы выделить только тело, но я думаю, сейчас программа поймет, что я хочу делать. Давайте лучше сделаем так. Все-таки тело, я не хочу цвета менять у заголовка и итоговой строки, только тело выделяю. И «Every other row», допустим, «First row» – первый ряд, или нечетный ряд, имеет цвет, допустим, желтый с 80% насыщенностью. А «Next», следующий, каждый следующий после нечетного ряд, имеет цвет зеленый с 45% насыщенностью. То есть есть такие возможности создавать вот такие альтернативные таблицы. Что еще интересного есть для тела? Здесь давайте посмотрим. Нет, дальше уже не для тела, дальше уже для «Header» и «Footer», то есть для верхнего колонтитула и для нижнего колонтитула. В любое время вы можете удалять, обнулить, предупреждает, говорит, там содержимое пропадет, продолжит все-таки, я говорю «Окей». Я говорю «Окей» и уже нет верхнего колонтитула. В каких ситуациях мы можем это удалять, я покажу чуть позже. А пока все-таки «Cassel», я отменяю этот шаг, я хочу, чтобы было с верхним и нижним колонтитулами. Продолжаем. Допустим, находясь вот здесь во второй строке или в какой-то любой строке, я хочу еще добавить. Добавить хочу много-много рядов, потому что таблица огромная, у меня журнал верстается, и там эта таблица переходит с одной страницы на другую. Находясь во втором ряду тела, я хочу добавить какое-то коленное количество рядов. «Инсорт» в меню «Тейбл», «Инсорт», «Роу», «Вставка», «Рядов». Или «Контрол 9», «Комманд 9». Здесь я набираю специально, очень много набираю, 45 рядов. Говорит «Абов» перед этой второй строкой, где я нахожусь мигающим курсором, или «Белов» после второй строки. Как вам надо, как вам необходимо. Пожалуйста, «Белов» после. Я набрала, все набрала, добавила. Я попробую сейчас фитингом растянуть фрейм по высоте. Не хочет, потому что уж очень большая таблица у меня получилась. И если даже я растягиваю на всю высоту этой страницы этот фрейм, то все равно плюсик красный говорит о том, что переизбыток текста таблицы. Я для перетекания из одного фрейма в другой сделаю щелчок по красному плюсику, затем щелчок по второй странице. Моя таблица перетекает из первой страницы во вторую. И смотрите, что происходит. Галантитулы, заголовок и итоговая строка повторяются. Они всегда будут повторяться. И они не редактируются. Видите, такой замочек висит. Они не редактируются. Они могут быть редактированы только в оригинале. То есть в самой верхней таблице. Там что-то редактировать, менять текст и так далее. То есть для больших таблиц, конечно, очень-очень важно делать эти галантитулы, чтобы читатель понял, допустим, таблица начиналась на той странице, потом она была прервана какими-то интересными иллюстрациями, на разворот поставили какую-то фотографию. После этого разворота продолжается таблица, чтобы все это было понятно. Благодаря заголовку читатель поймет, какая таблица продолжается здесь, или продолжение какой именно таблицы идет дальше. Дальше. Конечно, помимо того, что мы здесь можем набрать таблицы, я создам еще один новый документ, мы также можем импортировать. Импортирование вордовской таблицы. Таблицы, сделанной программой Microsoft Word. Перед тем, как импортировать, это очень-очень важно, уважаемые слушатели, перед тем, как импортировать, очень рекомендую установить связь между InDesign и Microsoft Word. Чтобы установить связь между InDesign и текстовым редактором, мы заходим в настройки. Мы заходим в настройки. Это можно просто нажать Ctrl-K или Command-K. Можно идти таким вот путем в главном меню. Edit, Preferences, Clipboard Handic. Работа с буфером обмена. Clipboard Handic. Прошу прощения, File Handic. Прошу прощения, именно обмен файлами. И здесь на File Handic, на вкладочке File Handic, мы включаем галочку Create Links в Emplacing Text. Создать связь при импортировании текста. Создать связь при импортировании текста. Что это нам дает? Это нам дает в любое время редактировать импортированную из программы Word таблицу в самом редакторе Word. И здесь в InDesign обновлять все. Посмотрим, как эта галочка работает. Окей. Импортирование в Word таблице в меню File команда Place или Ctrl-D. То, что я вам всем передала в нашей папке по сегодняшней дате, идет папка 16.01.16. Пожалуйста, возьмем Tab. Вот самый последний файлик. Tab.rtf. Reach Text Format. Открыть и щелк поставить. Таблица готова. Но мало ли что, я хочу там менять, я привыкла с Word работы, с программой Word, мне там комфортнее работать с таблицей. Или у нас рабочая группа, и кто-то из сотрудников отредактировал, говорит, надо тебе обновить в InDesign. Без проблем мы это делаем. Без проблем мы это делаем. Я запустила эту таблицу в программе Word. Я выделяю какую-то верхнюю часть, выбираю цвет, выбираю жирность, все что угодно я делаю с этой частью и сохраняю. Ctrl-S. Просто автосохранение. Ctrl-S. Или вот такая вот кнопочка. Ctrl-S. Я когда возвращаюсь в InDesign, в InDesign вот такой треугольничек появляется. Говорит, изменено что-то, делайте что-нибудь. Двойной клик для апдейт, для обновления я хочу выполнить. Но, увы, в большинстве случаев, пока открыта программа Word, этот двойной клик по желтому треугольнику не работает. Я вынуждена закрыть программу Word и выполнить двойной клик по желтому треугольнику. Все изменения, сделанные в программе Word, моментально сюда внедряются. При импортировании экселевских таблиц очень рекомендуется, естественно, пройти тот же путь. File, Place, Ctrl-D. И вот такая вот экселевская таблица AP Formats for Import. Но там несколько листов, несколько страниц, как называем мы в экселе. Несколько листов или страниц. В этом случае, когда вы не знаете, какой именно лист вы хотите поставить в InDesign, рекомендуется включить галочку Show Import Options. Show Import Options. Показать опции импортирования. После этого открыть. И InDesign предлагает вам выбрать не просто лист, первый, второй, третий, но и диапазон с ячейками. Это тоже очень потрясающая возможность. Очень все здорово работает. Первый лист я импортирую и поставлю куда надо еще раз. File, Place, File, Place, вот такая вот у нас экселевская таблица. Show Import Options. И первый лист я импортирую. Пожалуйста. На весь разворот таблицу поставлю, отредактирую должным образом на весь разворот. То же самое можно включить в экселе, что-то редактировать. Цепочка в верхнем левом углу говорит о том, что здесь есть связь между двумя программами и то, что я сделаю в экселе. Здесь смогу обновить. Но экселе мне придется закрыть для обновления. Что еще мы импортируем помимо таблиц? Конечно же диаграммы без этого никак. То же самое импортирование диаграмм. Если вордовская диаграмма, не надо уже включать галочку Show Import Options. Ни к чему абсолютно. Вордовская диаграмма, обратите внимание, импортируется как вложенный EPS формат. Как вложенный EPS формат. Я сейчас покажу панель Leaks, и вы увидите, как Image. Как Image в EPS формате импортируется. К сожалению, здесь уже редактирование, сделанное в Microsoft Word, не будет внедрено. Так как это считается как уже просто изображение. Некоторые моменты по изображениям. Вы якорь видите в верхнем правом углу. Этот якорь мешает нам редактировать более свободно. Как будто привязано изображение к фрейму. А хочется больше свободы. То, что работает с якорем, можно освободить от этого режима. В меню Object, Uncored Object, внедренный объект и Options. Опция. И, пожалуйста, когда мы выбираем Position Custom, то у нас появляется максимум свободы для редактирования, перемещения, уменьшения, даже обтекания. Вот, пожалуйста. Уже свободно перемещая куда хочется. Еще раз. Options. И там Custom. Position. Custom. В этом случае максимум свободы. Вот так. Inline, aboveline мы оставляем в редких случаях, когда мелкие элементы внедрены вовнутрь текста. А так Custom и полная свобода. Если хочется полностью освободить диаграмму от режима якоря, от фрейма, то вам после Custom придется выполнить, пройти почти тот же путь, но выполнить релиз, отмена, отмена этого внедренного свойства. Пожалуйста. Вот уже полная свобода. И никак с фреймом не связано это изображение. Никак не связано, уже полностью свободен этот фрагмент. Полная свобода это релиз. Но релиз будет активна команда после Custom. После Custom. Ну что ж, диаграмма из программы Excel. Конечно, импортируется одно «но» без «show import options», здесь уже ни к чему совсем. Просто информация импортируется. Просто информация. И здесь, к сожалению, уже никак мы ничего не сможем менять. Вместо такой информации, все-таки хочется увидеть саму диаграмму, что рекомендуется делать для диаграммы из программы Excel. Двойным кликом через проводник, через мой компьютер, я открываю эту диаграмму, выделяю, Ctrl-C копирую, Ctrl-C копирую, и в программу Word, Ctrl-V просто вставляю. Вот и все. Ctrl-C в программе Excel, Ctrl-V в программе InDesign. Это уже получается вставленное изображение без линк, без связи, без ничего. Ну вот, вот такое изображение. Вставленное, скопированное, вставленное. Без цепочки в верхнем левом углу, без ничего. Абсолютно. В стиле я таблица. Прежде чем я самой таблице создам стиль, я захочу, естественно, для ячеек какие-то стили создавать. Я, допустим, текста внутри ячеек хочу создавать. То есть хочется поработать именно с внутренними элементами. Что здесь нам понадобится? Выделяю текстовую информацию и оформляю, как мы привыкли это делать. Допустим, Times New Roman здесь выбираю. Times New Roman. Пусть будет Regular. Пусть будет 14 пунктов. Русский текст. Если у вас будут там работать еще с переносами, пожалуйста, если переносы будут, то это русский текст. Выравнивание по центру. Какие-то отступы, какие-то там, возможно, еще и трекинги. И вот все эти функции форматирования для выделенного текстового фрагмента мы сохраняем как абзацтный стиль. Нам понадобится панель Paragraph Styles. Абзацный стиль. Абзацный стиль. И я при нажатой Alt нажимаю кнопочку Create New Style. Alt. Create New Style. И называю текст. Просто текст. Пожалуйста. Ок. Я здесь ничего больше не сделаю. Я просто выделю все эти ячейки и применю этот текстовый стиль. Дальше. Сам текст весь находится внутри ячейки. Возможно, я не захочу такую альтернативную заливку. Я захочу какую-то конкретную другую заливку. Не захочу такой отступ делать со всех сторон. Немножко уменьшу. И так далее. Что-то хочется сделать с ячейками. С ячейками мы знаем, как работать. В меню Table. Sale Options. И вот первая вкладочка Text. Отступ большой. Выравнивание не по центру, а по top хочется делать. И в этом случае хочу отключить связь между всеми четырьмя полями. И только делать отступ сверху 3 мм. Снизу, слева, справа по 1 мм. Здесь от лист, как резина. То есть все эти опции Cell, опции ячейки, я хочу сохранить в ячеечном стиле. Если можно, конечно, так выразиться. Для стиля ячеек мы открываем панель Cell Styles. Cell Styles. И в этой панели тоже Alt щелчок по этой предпосредней кнопочке. Create new style. Так и назову Cell. Просто Cell. Ну, здесь очень важно, ведь эта ячейка содержит текст. А тексту я выбрала Paragraph Styles, который называется Text. Когда вы создаете ячеечный стиль, пожалуйста, в Paragraph Style выбирайте тот абзацный стиль, который был применен к этим текстовым фрагментам. Внутри ячейки текстовый абзацный стиль. Применю, затем ко всем остальным уже заполненным ячейкам это тоже применю. И, конечно, для быстрого применения всего этого к другим любым таблицам я выделяю все, абсолютно все, всю таблицу. И уже некоторые опции рассматриваю через Table, Table Options. Сейчас, возможно, альтернативную заливку захочу сохранить и передавать. Возможно, работа с Header, Footer. То есть здесь есть что выбирать. Абсолютно все, что вам хочется по количеству, по всему остальному. Пусть будет как альтернативная заливка, запоминающаяся. Желто-зеленая, every other row, такая альтернативная заливочка. Окей. И уже с этими изменениями мы работаем, мы сохраняем точнее в стиле Table Style. То есть это уже стиль таблицы. Стиль таблицы. Альт и щелчок. Почему я Альт нажимаю? Чтобы войти в опции, переименовать, включить некоторые нюансы. Альт и щелчок по созданию нового. Это будет просто Table, это будет просто страница. Прошу прощения, таблица. И сюда я внедряю все стили Cell Styles, которые у меня сохранены. А у меня сохранены только для Body. Только для Body Rose. Cell. Для Header, Footer я ничего не выбирала. Только для Body. Только для тела. То есть в стиле таблицы присутствует стиль ячейки. В стиле ячейки присутствует стиль параграфа, абзаца. То есть это такой очень важный момент. Все это довольно корректно работает. Единственное, я все-таки к телу это буду применять. Пусть запоминается. Здесь еще больше сделаю, а потом чуть-чуть шарит. Вот так. И впредь при создании любого, любой таблицы, допустим, я сейчас заново с нуля создаю какую-то таблицу, без Footer и Header, без ничего, я могу просто применить, могу выделить всю эту красоту и применить вот этот стиль таблицы. Куда внедрен ячейчный стиль, куда внедрен уже абзацный стиль. И при вводе текста я просто вижу и выравнивание, и остальные функции, абсолютно все. Абсолютно все. Times New Roman, 14 пунктов и так далее. С нужными отступами то, что я сделала для акции. 3 мм сверху, остальные по одному и так далее. Вот так. Так работаем со стилями. Вперед. Этот в несколько раз ускоряет нашу работу. То же самое есть Word, если Wordовская таблица импортирована, там применяете стили, здесь просто обновляете. Таблицы и их редактирование, верстку мы изучаем на всех трех уровнях. На всех трех уровнях Adobe InDesign. Конечно, рекомендуется начать с первого уровня, здесь цепочка. Есть прохождение курсов, есть ближайшие курсы по первому уровню, по первый уровень InDesign. Это 19 февраля, 21 февраля, где-то со скидками. Пожалуйста, все есть. Давайте на сайтах покажу. Adobe InDesign. Три уровня. Очень рекомендую пройти сразу два уровня, потому что первый уровень он сам по себе мало что дает. Я сейчас все программы вам открою, чтобы вы видели. Пожалуйста, первый уровень на нашем сайте показываю. Шесть занятий, 24 академических часа. Изучаются вот эти темы. Они есть здесь. Обязательно. Таблица. Вот так вот. Очень хороший курс. Там печать, допечатная подготовка небольшая. И вот и 13-го у Юрия Евгеньевича есть, и 19-го у Елены Евгеньевне есть. Пожалуйста, в любое время у любого преподавателя вам понравится. Ничего не сомневаюсь. Абсолютно. После этого, конечно же, если вы программу курса посмотрите, очень рекомендую. Это не реклама ни в коем случае. Просто логическая цепочка для прохождения этого курса, для изучения этого, этой программы. Второй уровень, конечно, потому что здесь уже включаются журналы, газеты и книги. Целенаправленно, реально существующую книгу верстаем. Развороты журналов и газет верстаем. Вот так вот. И, конечно же, третий уровень, но это уже на ваше усмотрение. Третий уровень. Обычно я рекомендую тем слушателям, которые уже что-то начали делать. Иначе тяжело будет. Это печатная подготовка, целых 8 академических часов, продвинутые приемы. Это довольно серьезные и сложные темы. И так далее. Объединение данных, XML и ПАБы. Довольно сложный курс. Очень рекомендую что-то начать уже делать в индизайне. Потом смело прийти. Не старайтесь пропускать, пожалуйста, ни первый, ни второй уровень, перепрыгивая через них, приходить на третий. Реально тяжело будет. Пожалуйста, все это есть. Очень хорошо составлена программа. Спасибо нашему Павлу Евгеньевичу. Он составил программу для тех, кто хочет изучать этот потрясающий редактор. Редактор субтитров А.Семкин